Сейчас пристегнусь, заехали варус, закупились, в выходные дни, никуда от варуса не убежишь, все равно, кушаем, продукты покупаются, сейчас приеду домой и буду заниматься своим садом-огородом, погода прекрасная, попозже с Артурчиком выйдем тоже прогуляемся, наверное в яхт-клуб сходим, не может человек, ты сказал, что ты на рыбалку ненадолго. Поэтому мы еще успеем прогуляться. Сынок, сейчас будем садить, зая. Сынок, зачем ты это все распотрошил? Зая, на кухню теперь относи, относи на кухню, сейчас садить будем. Птички поют, я отложила свой сад-огород и мы решили прогуляться, сейчас Юля подойдет. Пойдем, такая погода, грех сидеть дома. Да? Пойдем в яхт-клуб. Чего, ему неудобно? Отличная шапка. Она уже не теплая, такая, хэбэшненькая. Отлично. У нас, конечно, солнышко греет, но... Ой, как оно, солнышко светит, но не очень греет. Не, ну только если стоять, конечно, на солнце туда. Саш, ты ее видишь? Нет, какой-то бобер есть где. Юля! Выходи! Или Юля! Ты где? Там такой оперативный голос, у этого бобра. Это нитрыбок. Какой? Я не помню, как можно. Смотри, сколько здесь рыб, оказывается. Вон их кормят, и они... Прикольно. Может, они ручные скоро будут? Их будут гладить? Да, нет. А вот, смотри, сколько. Опусти руку ты лучше свою. Да, не хочу. Мы посмотрим, насколько они дружелюбны. Уточек кормят. А вот они, вон они, смотри. У них какие-то там врачные игры. У них там дом, наверное, какой-то. Там внутри. Видно вам, смотри. А вот еще большая плывет. Где? Это Нарамама. Ой, куда она плывет? К нам прям? Ну да, она позирует тебя, смотри. Вон зубы торчат. А Саша куда пошел? Она, может, хочет поесть этих... Смотри, они шипят, смотри. Видишь, отгоняют ее. Ну, они ей не интересны, собственно. Ну, ей бы еды поесть. Смотри. Ты что? Ей же будет больно. Где-то ее... Нагоняют, нагоняют ее. Битва. Битва за корм. А вот она, куда же она поплывет. Вот она плавает. Она есть тоже хочет. Киньки ей. Они ее гоняют, смотрите. Не дают поесть. Видишь, она есть хочет. Она такое не хочет. А нет, ест. А эти откормленные, не хотят. Все на полу. Не, она там будет есть. И то, мне кажется, их не дети маленькие лежат на лужаечке. Как красивая картинка вообще. Прям как будто с интернета. Смотри. Красиво как, да? Интерест. Слушай, тут столько живности. Да, очень много развелось, да. Ну, это за счет того, что не разрешалось здесь их вылавливать, отлавливать. Собакам нельзя. Наверное, над ними избивают ракеты, потому что у нас страшно. Ну, страшно, конечно. Что же делать? А тебе не страшно? Нам-то тоже страшно. Мы-то понимаем, что это происходит. Они даже не понимают, что это происходит. Слушай, это полуток, наверное. Брачный сезон закончился. Они хвостики не распускают. Петухи кукарекают. Смотрите, лежат, отдыхают. Ну, что ты раскукарекался там? А вот курочки маленькие, да? Это тоже петушок, да, по-моему, этот вот? Это курочка. Что и папу ждем? Мы ждем папа. Они все ли в очереди стоят за напитком? Кукареку, да? Ну, тут живности развелось много. Мы прям сегодня и нутри увидели. В прошлый раз мы не видели нутри. А теперь она потеплела, они повыплывали. Какие-то у них такой красивый раскрас, но никак камера не передает этого. Вот такие упитанные. Вот, вон они. Стой, Артур. Стой, да, я покажу вот эти вот какие-то у них такие красивые. Засвечивает немножко. Какие-то необычные у них головы такие. Четыре. А где пятый? Раз, два, три, четыре, пять. О, точно, аж пять штук. Где шестой? Раз, два, три, четыре, пять. Не, ну, подожди, я не вижу третьего, ой, шестого хоть ты... Ну, впереди четыре сидит. О, тут четыре сразу сидит? Да. А, тогда пять. А, сели на веточку и сидят. О, конь, сынок. Мы хотели поехать, кстати, на конюшню. А тут. Тускнее, но этот прям красавчик. Да? Если бы ты еще хвостик распустил. Ну, давай. Юля, поговори с ним. Попроси его. Да, обычно ты птичьи язык знаешь. Давай. Пошел. Давай, давай, давай. Ну, нет? Нет. Потому что красиво на самке еще переливается. Не хочет распускать. Нету самки. Если бы тут была самка поблизости, он бы, конечно, бы распустил. Они уже нафтрахались, и самки уже не работали. Беленькое стадо. Можно кормить? Штепа, встань сюда, я вас двоих сфоткаю. Штепа, встань сюда. Прогулялись, идем теперь на бульварчик. Уже пуфики будут. И можно будет приходить вечерком на пуфики. Ребятки, мы уже дома. Перед тем, как мы уходили, я замариновала пупки. И теперь хочу их поставить в духовочку. И мама сделала пюрешечку, и у нас будут пупки к пюрешечке. Ну и все, так у нас сегодня пришел день. Показываю вам пупки. Пакет тут разорвался. Я купила сегодня у нас в магазине мясо. Были индюшинные пупки. Я их замариновала точно так же плюс-минус, как и утку я мариную. Тоже с апельсином, лук, ну и разные специи. Вот они у меня постояли, я не знаю, наверное, часа три или четыре. Промариновались. И теперь я их положу в рукав и поставлю в духовку запекаться. Не знаю, я не знаю, кто, я обожаю пупки. Я еще очень люблю сердечки. А эти пупки прям такие красивые, такие большие. Я их почистила, конечно, каждую. Хорошо, отличного всего. И вот сейчас их отправлю в рукаве в духовочку. Все, ребятки, спасибо большое за просмотры. Всем хорошего, тихого и мирного вечера. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых логов.